О прошлом и будущем хочется поговорить. Каким, по вашему мнению, город Ачинск должен быть через 5 лет? Мы тоже с вами об этом говорили. Ачинск должен стать городом, в который наши с вами ребята с удовольствием вернулись после завершения высшего образования. В который наши медики, наши учителя, получая, с удовольствием приехали и начали здесь свой очаг, свою семью, которая бы позволила нам прирастать численностью. Чтобы медики приехали грамотные на новейшее оборудование, которое бы обеспечивало достойную медицинскую, социальную, любую помощь. В котором было бы безопасное видеонаблюдение, камеры, охрана, ДПС, ДНД. И мы с вами спокойно гуляли бы в 11-12 часов ночи под освещенными, нормально яркими проспектами. Вот это вот важно. И в которой, если этот город будет с таким притяжением, то мы с вами решим основные направления. Это и социально-экономически у нас будет потенциал грамотных людей, которые будут работать. Это и прирост населения за счет миграционных, и создание семейных, и обеспечение медицинского достойного уровня. Ну вот город с особым притяжением. Такой он должен был. Мои коллеги относительно вашего предшественника, Илла Юзбековича Ахметова, прикрепили ему, наверное, такое прозвище. Алюминиевый мэр. А вы алюминиевый мэр? Нет, я... Какая вот алюминиевая, не алюминиевая. Я очень большое количество времени провожу в собеседованиях с Роснефтью. Я очень хочу, чтобы компания и руководители участвовали в жизни города. Как бы и Белов всегда приветствует меня, всегда ко мне приезжает, обсуждаем вопросы. Мы очень много проводим работы с руководителем РЖД, с новым руководителем. Мне также было бы интересно, я об этом высказываюсь, о том, что у РЖД есть определенная инфраструктура, у них есть потенциал специалистов, которые проживают. И о том, что они тоже хотят внимания, так же, как и я, хочу, чтобы РЖД участвовало в жизни города. Я обратился сегодня к частным предпринимателям. Ребята, я готов вам помогать, я готов там субсидии, готов вам как-то поддерживать. Но вы, любимые-то, посмотрите немного на свой город. Нет для меня, как бы там алюминищиков, Роснефть или кто-то. Все мы в городе. И мы какой бы сферой деятельностью ни занимались, но мы должны работать все на благо города. Ну и, еще раз говорю, строители хорошие, там все, но все должны участвовать в жизни города. Металлурги должны участвовать в своей сфере. Роснефть должен, как бы, в своей сфере. Рождеточники в своей. Мелкий бизнес маленько нам с вами здесь должен помогать на том уровне, как он может. И мы его должны лелеять и оберегать, если он вместе с нами. А если какие-то разные там взгляды у нас, значит, находить компромиссы, а не ходить там, апеллировать друг на друга каким-то образом. То есть, в городе должны жить все дружно. Не должно быть любимчика и не должно быть плохого. Тем не менее, в Ачинске непростая экологическая обстановка, ситуация. Периодически вводится режим неблагоприятных метеоусловий и основной загрязнитель – это Ачинский клиноземный комбинат. Ваше видение экологических проблем и их дальнейшего решения? Экологические проблемы у нас есть, и их никто не скрывает. И в этом направлении с первого квартала текущего года мы разрабатывали огромную программу, план мероприятий по улучшению экологии в городе Ачинске. На уровне города. Это наше вторичное запыление, это наши бензопилены, то есть, это некачественный автотранспорт, который используется. И мы разработали… Русалка, основной источник загрязнения, разрабатывал параллельно свою программу. Вот две эти программы соединились в одну и сейчас прошли проверку на уровне правительства края и направленной на принятие для рассмотрения и дальнейшей реализации на федеральный уровень. В национальный проект экологии. Так вот эта вот программа пятилетняя, 100 миллиардов. Это наше мероприятие и это мероприятие компании. Вот она совместно носит в себе объем реализации в 100 миллиардов. Там и замена транспорта, ну вот по своей части, по городской, и приобретение там новых современных пылесосов, и орошение там, и озеленение. Реконструкция печного хозяйства по Русалу, газоочистки, подшламывая там хранилища, там переделки. Вот, ну я говорю, 100 миллиардов. И мы третий город в Красноярском крае, которому позволили разработать эту программу с возможностью, что ее примут. То есть там был ограниченный вообще, это пилотный такой был проект на уровне федерации. И вот мы третий город, который с большим трудом взяли этот национальный проект. Дай бог, как бы на уровне федерации все это будет принято, и мы приступим к его реализации. Огромная работа делается в этом направлении, как в плане перспективном, так и в текущем. Ну и крайний вопрос. В политику вы пришли уже состоявшимся человеком, состоявшимся руководителем. И тот багаж знаний, который вы сегодня принесли с собой, что вам мешает из этого багажа? А что помогает в работе? Помогает очень много то, что мне получилось. Ну не то, что получилось, а жизнь сложилась. В жизни я проработал, начиная от пацана 17-летнего слесаря, и пройдя практически все руководящие должности, жизнь потрепала, немного поработал и по разным сферам, направлениям. Это и металлургическая, и в Роснефти, в генподрядчиках, и в коммуналке. Отсюда круг общения, круг тех старых специалистов, старых мужиков, старых руководителей, грамотных, коммунистической закалки, он настолько передал мне опыт разных сфер, что мне немного это помогает. Да, это даже немного, а сильно помогает сегодня управлять такой разносторонней инфраструктурой. Это же все у нас, начиная от переработки, кончая экономикой, какими-то жизненными обидами. Надо быть и душевным человеком, и жестким руководителем, и грамотным техническим. То есть всем надо быть. Это сильно помогает. То, что мешает, да не мешает, наверное, никому. Больше расположение доверия людей, и это основным будет вдохновителем и помощником. В меньшей степени, что кто-то препятствует и мешает в работе, или во мне что-то мешает. Самое главное делать, достигать результата. Результат, который бы нравился всем, и отсюда получать полное удовлетворение своей работе. Спасибо, удачи. Спасибо вам. Спасибо.